МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Сеги Батьяхьяева, автор и ведущая программы «Служа Родине». Рада видеть вас снова на канале РГВК «Дагестан». Уголовная исполнительная система Дагестана обладает огромным производственным потенциалом, позволяющим обеспечивать не только государственные нужды, но и эффективно сотрудничать с бизнесом, способствуя развитию малого и среднего предпринимательства, а также решая ряд социально значимых проблем, таких как трудоустройство осужденных и их дальнейшая ресоциализация. На сегодняшний день уголовная исполнительная система Дагестана приступает к активному сотрудничеству с государственными и муниципальными органами власти, а также бизнес-сообществом. Более подробно об этом мы поговорим в этом выпуске программы. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурат Долгатов, главный инженер Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Дагестан Абдулхаков Духаков, начальник отделения трудовой адаптации осужденных уголовной исполнительной системы Дагестана Рустам Гасанов. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Насколько нам известно, приоритетным направлением производственных подразделений уголовной исполнительной системы является достижение максимальной трудовой занятости осужденных, обучение их востребованным на рынке труда профессиям и предоставление возможности выплаты исковых обязательств. Рустам Залимханович, расскажите, пожалуйста, нам, как обстоят дела в учреждениях уголовной исполнительной системы Дагестана в данном направлении деятельности. Основной нашей задачей является исполнение 103-й статьи Уголовного исполнительного кодекса, это исправление осужденных через труд, то есть все осужденные обязаны трудиться на местах определенной администрации учреждений, исходя, соответственно, из возможностей этого исправительного учреждения. На сегодняшний день в наших учреждениях содержится порядка 2100 осужденных, из которых подлежат трудоустройству 1800 осужденных. На сегодняшний день трудоустроено 522 осужденных, что составляет 28,7% от общей численности подлежащих труду. То есть это те люди, кроме инвалидов, кроме пенсионеров. Непосредственно в производстве, то есть на работах по приносящей доход деятельности, у нас задействовано 266 осужденных. Также у нас содержатся в учреждениях лица, имеющие иски. На сегодняшний день у нас их 217 человек, из которых 170 подлежат обязательному трудоустройству, 111 из них трудоустроены, или 65%. Это неплохой показатель в среднем по России, для чего мы в приоритетном порядке трудоустраиваем лиц, имеющих иски, чтобы они могли погашать свои финансовые обязательства перед потерпевшими по причиненным преступлениям, перед государством, перед родственниками и так далее. А что насчет получаемой профессии? У нас функционирует профессиональное училище 213. Базовое головное подразделение находится в ИК-8, и 5 его филиалов. Ну, основные профессии мы разрабатываем учебные программы, нацеливаем на то, чтобы дать людям такие профессии, которые востребованы на рынке труда, где они могут реализоваться после освобождения. Ну и, соответственно, с учетом производимой нами продукции в наших учреждениях, чтобы мы могли их трудоустроить, чтобы они имели соответствующее образование. Основные профессии, которые у нас получают осужденные, это автослесарь, обувщик, швей, повара, кондитеры, мастера металлообработки, мастера деревообработки. Спасибо, Рустам Залимханович. Абдухак Нурмагомедович, знаем, что поступило ряд конкретных предложений уголовной исполнительной системы Дагестана со стороны государственных и муниципальных органов власти. Вот скажите, пожалуйста, какие региональные министерства и ведомства заинтересованы в сотрудничестве с уголовной исполнительной системой Дагестана и какой принцип этого самого взаимодействия? Ну, мы с прошлого года активно проводим работу по взаимодействию с государственными и муниципальными органами власти, потому что у них есть определенный объем заказов, которые мы можем производить в наших учреждениях. На сегодняшний день у нас активно налажено взаимодействие, уже есть заключенные договоры, это с Министерством труда и социального развития республики, с Министерством образования и с Министерством здравоохранения, а также с муниципалитетами. Это муниципальные унитарные предприятия, сфера ЖКХ, ну и так далее. На сегодняшний день у нас уже заключено контрактов на общую сумму 13 миллионов 121 тысячи. Это на пастельные принадлежности. И вот буквально на днях мы заключили контракт на производство марлевых повязок в связи с этой инфекцией коронавирусной. И решили тоже внести свой вклад в обезопасивание населения нашей республики. Не спекулируем на цене, делаем их дешевле всех. Уже первые поставки пошли. Мы уже полторы тысячи масок отгрузили. И сейчас с четверга уже начнем на полную мощность по 5 тысяч масок в день отгружать для нужда МЧС республики. Касаемо остальных министерств, то есть это мягкий инвентарь, постельные принадлежности. У нас была встреча с Артемом Алексеевичем в конце прошлого года, на который он нацелил государственные органы исполнительной власти на работу с нами. После чего мы провели определенную работу и на сегодняшний день имеем определенную сумму заказов. Это все позволит нам увеличить количество трудоустроенных осужденных, увеличить отчисления в бюджет за содержание осужденных. Опять же, это исковые обязательства погашения их и количество трудоустроенных. К примеру, можно сказать, что с прошлым годом мы на 100 человек уже увеличили вывод на оплачиваемые работы. А к концу года, наверное, это число еще больше увеличится. И будем продолжать, да, работа продолжается. Мы не останавливаемся, открываем новые производства, закупаем новое оборудование. Нам выделено из федерального бюджета по федеральной целевой программе 14 миллионов рублей на закупку оборудования. Сейчас мы объявили уже один аукцион на швейное оборудование. Мы будем расширять парк швейных машин, металлообработка, деревообработка и сельское хозяйство. То есть работа проводится. Я надеюсь, при поддержке нашего правительства у нас будут достойные результаты. И нам не придется краснеть на уровне, ну, по сравнению с другими территориальными органами. Спасибо, Абдухат Нурмагомедович. Мурат Алгадович, давайте продолжим разговор с вами. Вот вы посетили исправительное учреждение уголовно-исполнительной системы Дагестана. Ознакомились с условиями труда, качеством продукции и производственными возможностями. Вот скажите, пожалуйста, какие конкретные предложения вы готовы сделать представителям бизнес-сообщества по размещению заказов в учреждениях уголовно-исполнительной системы Дагестана? И есть ли среди представителей малого и среднего бизнеса готовы к сотрудничеству уже сегодня? Вы знаете, мы как раз в последний раз, когда были в этом исправительном учреждении, мы посетили его по приглашению руководителя Андрея Викторовича с предпринимателями. Со мной вместе было четыре предпринимателя, которые, это, скажем так, успешные предприниматели, которые уже состоялись, имеют свое производство. Они были заинтересованы в том, чтобы посетить это учреждение и посмотреть, что на самом деле там могут производить осужденные. Была интересная ситуация, когда один из предпринимателей, это обувщик, это предприниматель, который производит у нас в республику обувь, он встретил на территории учреждения предпринимателя, который уже начал сотрудничество с УФСИН для того, чтобы организовать там производство. Мы и раньше, после встречи, еще, по-моему, года полтора назад, мы предлагали предпринимателям возможности управления, исполняя наказание для того, чтобы организовать там производство. Но в прошлый раз, не знаю почему, но у предпринимателей не было такого интереса. Сегодня интерес есть. Те предприниматели, которые посетили, они уже планируют, как-то рассчитывают свои возможности для того, чтобы разместить часть производства своих работ в той или иной сфере, в которой они занимаются производством. Это все производители. И надеюсь, что, наверное, в самое ближайшее время будут заключены соглашения, и наши предприниматели начнут предоставлять новые рабочие места в этих учреждениях, для того, чтобы осужденные могли работать и, наверное, зарабатывать какие-то деньги для себя, для своих семей. Это одно, когда Духак Нурмагомедович ломбирует свои интересы, свои системы. А то, что вы наблюдаете, как вы думаете, какой потенциал уголовной исполнительной системы достаточно ли для того, чтобы развивать там бизнес, так скажем? Я вам скажу, что исходя из того, что мы видели, качество производимой продукции и ее цена – это очень конкурентная цена на рынке. Поэтому бизнес, как только это поймет, он очень оперативно внедрится в эту систему, и будут предлагать, я думаю, будет спор у предпринимателей за то, чтобы размещать заказы там. После встречи последней нашей, и мы освещали ее средства массовой информации, ко мне обратились несколько предпринимателей, которые хотят именно организовать производство, шить какие-то изделия свои для того, чтобы удешевить себестоимость продукции и быть конкурентными на рынке. Также эти наши предприниматели, которые посетили учреждения, они рассказали осужденным о том, чем они занимаются, как работают, что у них есть необходимость в рабочих специальностях, которые именно получают осужденные в этих учреждениях. Это вопрос был и по обувщикам, и слесари, и сварщики. Это те специальности, которые востребованы. То есть если эти специалисты освободятся из мест лишения свободы, то они спокойно могут найти работу. Им уже предложили работу, поэтому я думаю, что это тоже очень важно, чтобы осужденные знали, что когда они освободятся, у них есть место, где их ждут на работу. Также вот сами с руководством УСИН продумали еще вопрос для того, чтобы осужденным было, наверное, интересно, и пригласили туда специалистов «Мой бизнес». Это консультант, который пришел и рассказал о развитии предпринимательства в республике, каким образом они после освобождения смогут зарегистрировать свое предприятие, какие формы поддержки есть. Ну, чтобы осужденные уже, там же есть осужденные, которые в ближайшее время освободятся, чтобы они уже предполагали, чем им заняться, если у них нет специальности. То есть знаниями поделились и маркетологи республики? Поделились, и мы будем это и в дальнейшем практиковать по запросам учреждений, руководства. Те специалисты, которые будут нужны и будут интересы у осужденных, мы их будем направлять туда. Мы договорились с бизнес-сообществом, что будут приходить и специалисты, и обучать еще дополнительно осужденных. Это интерес проявили женской колонии, где вот шьют, шви. И у нас есть сообщество, которое женщины заинтересовались, говорят, мы придем и обучим их. То есть они предложат им что-то новое. Спасибо. Абдухак Нурмагомедович, вот вы часто говорите о существующих принципах взаимовыгодного сотрудничества предпринимателей с исправительными учреждениями. Напомните мне, пожалуйста, и моим телезрителям еще раз о них. Ну, первое и основное, это то, что удешевляет продукцию, это дешевая рабочая сила. То есть осужденные, во-первых, обязаны, и мы должны гарантировать им не менее минимального размера оплаты труда за выполненную работу, если он полный месяц отработал. Предпринимателям это интересно, и осужденным это интересно. У нас осужденные, ну, я не встречал такого осужденного, который не хочет работать, который отказывается от работы, просто надо каждому предложить ту работу, которую он может делать, да, в зависимости от его образования, здоровья и квалификации. Во-вторых, это бесплатное предоставление помещений, то есть предпринимателям не надо платить за аренду. То есть мы бесплатно предоставляем помещения, полностью обеспеченные коммуникациями, коммунальными, там, вода, свет, газ, отопление и так далее. У нас своя подстанция электрическая, то есть мы, ну, независимо, в плане энергоемкости производства. Во-вторых, предпринимателям не надо отвечать за безопасность, пожарную безопасность. У нас очень много ревизирующих организаций, которые, можно сказать, если спросить у предпринимателя, они пьют кровь у них. Мы это берем на себя, то есть охрана объектов своих, то есть у нас это все в периметре, охраняется, никто оттуда ничего не увезет, не украдет, все под видеоконтролем. Поэтому, ну, то есть сторож не нужен, да, им одно, грубо говоря. Самое главное, наша деятельность по трудоустройству и по производству не связана с получением прибыли. Наша основная задача – это трудоустройство у осужденных. Прибыль у нас стоит на втором месте. Мы даже по нулям можем работать, чисто по себестоимости продавать. Спасибо, уважаемые гости, за то, что нашли время, пришли с нами сегодня пообщаться. Вам, уважаемые телезрители, спасибо за внимание. Встретимся с вами на канале РГВК «Дагестан» через неделю в это же время. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин